Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И смотрите, вот на столе у меня здесь множество разных пауэрбанков. Обычные плоские, пластиковые, металлические плоские, такие плоские с экраном, и вот такие вот пузатенькие, но маленькие, большие на 20 000 мАч, на 10 000 мАч. И здесь находится еще один пауэрбанк. Вот эти вот все пауэрбанки, которые здесь находятся, на все вот эти банки у меня есть обзор. Листайте немножко ниже. Все это есть, и это не все, это только те, которые у меня были в последнее время, несколько месяцев, 2-3 месяца назад. А здесь еще один находится пауэрбанк. И если я не ошибаюсь, это что-то типа из бюджетных пауэрбанков. Я сейчас точно не знаю, какой здесь пауэрбанк. А вы, естественно, в названии видеоролика, я думаю, уже поняли и прочли. А здесь пауэрбанк от фирмы ROG. ROG фирму знаю уже давно. У меня пауэрбанк, 2 или 3 пауэрбанка от фирмы ROG уже было. И множество шнуров, кабелей и переходников, и зарядок от фирмы ROG тоже есть. Поэтому фирма, знаю, что хорошая, достаточно надежная, интересная. Давайте смотреть, что у нас по пауэрбанку. Итак, фирма ROG. Есть, смотрите, индикация заряда, причем немножко необычная, нестандартная. По стоимости данный пауэрбанк на момент покупки был 14 баксов. Чуть-чуть дороже, чем самые простые, вот такие вот по 10 баксов пауэрбанка на 10 000 мАч. Но этот отличается то, что здесь есть поддержка Fast Charge Power Delivery, 18 Вт. Power Delivery было заявлено в лоте у продавца. 100% оригинальный продукт. И давайте посмотрим по характеристикам, что мы имеем. Пауэрбанк ROG, Power Delivery и Qualcomm Quick Charge 3.0. 10 000 мАч с дисплеем. Так, у нас материалы BS-пластик, цвет черный. Есть на вход microUSB 5 Вольт 2 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, что, соответственно, это есть Quick Charge, только, если я не ошибаюсь, это второй версии у нас. И Type-C на вход 5 Вольт 2,6 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера. Дальше у нас есть на выход Type-C 5 Вольт 3 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, 12 Вольт 1,5 Ампера. Ну, здесь, возможно, Quick Charge, вот как раз и есть, смотрите, Outpad. 5 Вольт 3 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, 12 Вольт 1,5 Ампера. И, да, и обычный 5 Вольт 3 Ампера. То есть, 2 на вход, 2 на выход, это хорошо. Емкость при 3,7 Вольт 10 000 мАч. 37 Ватт часов. То есть, вполне адекватные и известные производители, или менее известные, но адекватные, всегда указывают емкость где-то примерно 10 000 мАч, 37 Ватт часов. Давайте открывать, смотреть сам Powerbank. Ну, не только же, конечно же, смотреть, а мы еще его будем и тестировать. Если кто смотрит мой канал давно, то я Powerbank тестирую, ну, можно сказать, вдоль и поперек. Это достаточно подробно и причем с опытом использования. Не просто так взял, протестировал, включил, выключил и забыл. А еще есть кое-какой опыт использования. Вот сейчас, вот когда я только взял в руки, я внешне был приятно удивлен и по ощущениям приятно удивлен. Потому что, ну, здесь как будто под карбон сделан, и он реально ощущается как карбон. Это раз. И нравится вот эти вот все скругления. Он реально классный, удобный в руке и держать его приятно. И по запаху, я скажу, от него никакого запаха нет. Так, здесь мы видим тот же рок, те же технические характеристики. Кому интересно, можете поставить на паузу. Я дублировать все это уже не буду. На правой грани у нас расположен Type-C выход, точнее Type-C вход. На верхней грани и micro-USB вход. И два выхода. Кстати, оба выхода вполне реально, что могут отдавать быструю зарядку. Это мы точно так же сейчас проверим. И дисплей. А вот дисплей, вы знаете, немножечко подкачал. Потому что, ну, при ярком, по крайней мере, освещении, которое сейчас я вижу, достаточно тускло. Показывает 25, 50, 75. То есть, какое значение у него сейчас получается? 75 последнее, да? Я так понимаю. Ну, поставим на зарядку, посмотрим потом подробно. Так, ну, с техническими характеристиками мы разобрались. Здесь так тоже, так, конечно, в более темном освещении видно прекрасно. С техническими характеристиками мы разобрались. Давайте переходить к тестам. И в комплекте идет такой вот еще шнурок. По качеству, вроде бы, по ощущениям неплохой. Не скажу, что чем-то выдающийся. Ну, достаточно жестковатый. И логотипов никаких фирменных нет. Фирменного брендирования никакого нет. Длина, ну, 30 сантиметров где-то. Теперь давайте проверим то, что сможет выдать данный пауэрбанк. Кстати, как мы видим, и USB Type-C работает и на вход, и на выход. In и Out. Вот, что является очень-очень хорошо, потому что у нас получается еще один дополнительный порт. Два выхода, еще один третий. Так, ну, давайте смотреть, что мы можем получить здесь. Мы помним, что у нас заявлено 5 вольт, 3 ампера. На каждый из разъемов можем снять 3 ампера. Ну, как мы видим, 3,1 ампер при 5 вольтах без просадок. 5,11 железно поддерживает. 3,17, 3,29, 3,3 ампера. Смотрите, 5,11 вольт, 3,3 ампера. Хорошо. Недорогой пауэрбанк, но характеристики, показатели. Ну, вот, до 3,5 нет. А вот 3,47, смотрите, практически 3,5 ампера без просадок. Ну, зачетный банк, однозначно. Дальше, наверное, мы уйдем в защиту, да. Ну, и что я скажу? Я скажу, что второй порт у нас точно так же. Практически 3,5 ампера у нас выдает. Замечательно, замечательно. Здесь, конечно же, вопросов никаких нет. Теперь давайте проверим быструю зарядку. У нас заявлено, что 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,2 ампера. Выставляем протокол Quick Charge третьего поколения. Итак, смотрите, 9,27 вольт, и давайте до 2 ампер поднимем заявленных. Ну, смотрите, даже чуть-чуть больше, чем заявлено, опять-таки, выдает. Давайте там и 2,5, я предполагаю. Ну, здесь уже проседать на 2,5 начало. А вот 2,32, и 9,22, давайте. 9,05, ну, практически 9 вольт и 2 ампера здесь у нас есть. А теперь осталось нам еще 12 вольт, 1,5 ампера, да? Ну, вот наши 1,5, давайте поднимем до 12 вольт. Итак, смотрим, 11,9 вольт, ну, практически 12,5 ампера. Заявлено 18 ватт, давайте чуть, до заявленных 18 ватт дотягивает, дотягивает, очень хорошо. И давайте чуть-чуть поднимем, проседать уже начинает здесь немножко быстрее. То есть, 19, ну, по 20 ватт получается почти 20 ватт данный пауэрбанк, и даже не почти, а 20 ватт выдавать все-таки может. А это уже, конечно же, неплохой уровень, это уже быстрая зарядка, и в данной ценовой категории это очень-очень хороший показатель. Так, возвращаем на 18 ватт и попробуем второй порт. Второй порт должен быть точно такой же, как и первый. Итак, второй порт, 9 вольт, 2 ампера, 19 ватт практически есть, 20, 21 ватт, ну, 21,5 ватт, чуть ли не 22, может выдавать, да? И давайте теперь на 12 вольт поднимем еще. Итак, 12 вольт, 1,5 ампера есть, те же 18, 19 ватт, ну, и чуть-чуть начал уже проседать. То есть, опять по 20 ватт, грубо говоря, получается у нас на оба разъема мы можем рассчитывать, но поочередно. Сейчас проверим еще одновременно, будет ли работать быстрая зарядка на оба порта. Ну и по одновременной зарядке хочу сразу сказать, что заряжает одновременно только обычной, обычной зарядкой, не быстрой. И если это обычная, то мы имеем здесь реальных 3 ампера. Смотрите, здесь 1,34 и здесь 1,72. 71, то есть 3 ампера есть. Но если это будет один смартфон, то будет заряжаться с помощью быстрой зарядки. Смотрим, здесь сейчас показывается обычная зарядка, и он отключается, переподключается, и будет сейчас быстрая зарядка. Обратите внимание на надпись Quick Charge, и обратите внимание на показатели. «Работает быстрая зарядка с любого из разъемов. Одновременно будет работать только обычная зарядка, не быстрая». Это минус, но я так скажу, что такие минусы практически у всех пауэрбанков. Я даже больше скажу, я одновременно, если меня память не подводит, я не встречал любого пауэрбанка, у которого будет одновременно работать два разъема на быструю зарядку. Причем даже это не только касается пауэрбанков, а множества зарядных устройств. Там точно так же множество работает, если два разъема, то два работают только в режиме обычной зарядки. Хотя там есть исключения, и там действительно есть те, которые будут работать одновременно с быстрой зарядкой. Но в большинстве случаев это обычная будет не быстрая зарядка, либо же по одному порту, но с быстрой зарядкой. Или два с обычной 5-вольтовой 2-амперной. Ну и сейчас у нас подключение через Type-C с помощью кабеля Type-C Type-C. Смотрите, работать будет или нет. Давайте посмотрим. Так, пошла зарядка. Да, смотрите, вот в панели уведомлений есть. Быстрая зарядка включилась с помощью Type-C Type-C Type-C. Смотрите, работает в режиме быстрой зарядки. Теперь о том, как заряжается сам пауэрбанк. Ну давайте Type-C разъем попробуем. Я подключил к быстрому зарядному устройству. Давайте смотреть, что у нас по итогу получается. Получается пока что, я только смотрю, 5 вольт, 2 ампера. 10 ватт, ну практически 11, что не есть хорошо заявлялось. 9 вольт, 2 ампера. Ну если учитывать то, что он будет заряжаться как 2 амперный, зарядкой обычной, не быстрой, то это довольно-таки очень неплохое потребление. 5,26 вольт, 2 и 13 ампер. Неплохо, здесь неплохо. Сейчас попробуем еще разные шнуры, зарядное устройство. Может быть, посмотрим, в чем может быть. С помощью еще одного кабеля, что получилось у нас взять, чуть больше 14 ватт. Соответственно, у нас, если это будет 9 вольт, 2 ампера, это 18 ватт. Но 4 ватта еще пока не дотягивает. Сейчас попробуем еще другой разъем, другой кабель. Родной кабель microUSB показывает почти те же значения, 5,24 вольта, 2,11 ампер. Это 11 ватт. Пробуем еще сменить другое зарядное устройство. Смена другого зарядного устройства, Bezos 30 ваттного, с поддержкой разных протоколов зарядки, ничего не дало, по крайней мере, с microUSB разъемом и оригинальным комплектным шнуром. Ну и вот таким вот образом мне удалось добиться 19 и практически 20 ватт, что более чем заявлено. Это 9 вольт, 2 и 2 ампера. Это хороший показатель, чуть больше заявленного. И с такими показателями Powerbank будет заряжаться достаточно быстро. Как получилось, взял опять-таки второй шнур и второе зарядное устройство. Оригинальное из комплекта с смартфоном Xiaomi результата не дало. Была обычная зарядка 11 ватт, а вот Bezos с таким вот кабелем начал хорошо работать. С оригинальным комплектом быстрая зарядка не хотела работать, а работает только вот сторонними. Ну вот что я заметил, что любое оригинальное зарядное устройство от Xiaomi не хочет работать с быстрой зарядкой. Хотя оно поддерживает и заряжает большинство устройств быстрой зарядкой. Любое другое стороннее зарядное устройство от других сторонних производителей, которые я проверил, это Bezos, Ugreen и AOK, работают хорошо с быстрой зарядкой. К примеру, вот сейчас Ugreen, те же 9 вольт, 2,2 ампера, 19, практически 20 ватт поддерживает. Ну и на самом Powerbank, если работает быстрая зарядка, то будет светиться индикатор молнии. Если работает обычная зарядка, просто будет мигать, вот если сейчас присмотреться, то будет просто мигать процент заряда, что означает обычная зарядка. Быстрая, будет еще гореть зеленая молния. Ну и еще одно небольшое огорчение состоит в том, что в данном Powerbank не работает сквозная зарядка. Как это, ну например, вы хотите заряжать одновременно и Powerbank, что я сейчас делаю, и заряжать ваши устройства. К примеру, я вот подключаю любое из устройств, во время зарядки оно никак не отзывается. Естественно, зарядка у нас не идет, идет зарядка только на Powerbank. Я пробовал с разными опять-таки зарядными устройствами, быстрая зарядка не быстрая, без разницы, вот сейчас даже не быстрая, но не работает. Не работает. Если я отключаю вот эту вот зарядку, он включается, зарядка смартфонов. Если я подключаю эту зарядку, отключается зарядка смартфонов. То же самое касается и microUSB разъема. Через Type-C не работает сквозная зарядка, через microUSB точно так же не работает сквозная зарядка. Ну и, наверное, последняя комбинашка – это сквозная зарядка через Type-C разъем и вход на Type-C, выход на 2USB точно так же не работает. Соответственно, все возможные варианты на сквозную зарядку я перебрал, не работает. Хоть один разъем, хоть два разъема, только поочередно. Либо заряжайте ваш смартфон, либо заряжайте ваш пауэрбанк. Ну и, к слову, через вот такое вот Beezo зарядное устройство 30-ваттное с USB Type-C разъемом работает быстрая зарядка. Кстати, если интересно, вот обзор на вот это вот зарядное устройство точно так же есть на канале. Листайте немножко ниже, вы найдете его. Ну и выводы и опыт использования по данному пауэрбанку. Естественно, замерил я емкость, погонял его, посмотрел, как он в целом работает. И хочу сказать, я даже более чем доволен данным пауэрбанком. Объясню сейчас почему. Ну, по емкости, в принципе, здесь все ожидаемо, причем достаточно неплохо ожидаемо. Вот эта вот емкость 6542 мАч, это ту, которую мы смогли взять, точнее, слить с данного пауэрбанка при обычной 2А зарядке. То есть на разряд было у нас там 2,2,1 А, по-моему, я выставлял 5 В, 2,1 А. И вот это вот мы смогли слить 6,5 тысяч. А это хороший показатель, так как большинство колеблется, конечно, 6,6,200. И те, которые немножко получше, уже 6,500, 6,700, 7, там максимум 7,200, кажется, что у меня было. Это из вот таких вот 10-тысячных пауэрбанков. В принципе, здесь очень достойная средина. Дальше, это на заправку, на его заливку, на его зарядку заходит 9,200 мАч. Дальше, это, если мы заряжаем, 5 В, 2 А. Дальше, что здесь у нас? А, смотрите, вот 6,726, пожалуйста. Это еще немножко лучший вариант. Это на разряд тоже 5 В, 2 А. И вот это вот 6,700, очень хороший показатель. Дальше, на заряд. Ну, на заряд здесь, не знаю, 8,600, чуть меньше. Но самое главное, что? Что он будет отдавать минимально заявленный, даже больше. Здесь на разряд. Да, здесь больше на разряд уже пошло. 5,339, но здесь разряд был уже быстрой зарядкой. Поэтому нам больше показатель Ватт-часов. Более вот этот вот будет интересен. 32 Ватт, 32,5 Ватт-часа. А если обратить внимание, без быстрой зарядки, то 34. Ну, то есть, если зарядка будет идти, точнее, разряд будет идти с помощью быстрой зарядки или быстрой разрядки, тогда, конечно же, будет немножко меньше емкость. Но незначительно. Пользоваться и так, и так можно. В целом, по емкости, как вы видите, здесь все честно. По заявленным характеристикам все честно. Также по зарядке. Если заряжается 5 В, 2 А, конечно, долговато заряд происходит. Это где-то порядка 4 часов. От 4 до 5 часов происходит заряд. Если же заряжать быстрой зарядкой, ну, я не знаю, он как-то с одной быстрой зарядкой по одному дружит, с другой по другому. Вот так я скажу. Комплектная та, что была у меня с Xiaomi, там быстрая зарядка самого пауэрбанка заряжает за 3 часа 12 минут. И там уже дальше маленькими токами дальше идет. Ну, практически 3 часа идет заряд вот этой вот пауэрбанка такой быстрой зарядкой. А если же у меня есть Bezos, вот такая вот с ней, не знаю почему, но с ней эта 30-ваттка зашла еще быстрее, намного быстрее. Причем здесь заряд шел 20, чуть больше, чем 20 Ватт с помощью этого зарядного устройства. И заряд закончился менее чем за 2,5 часа. То есть это тоже, я считаю, просто классный, обалденный показатель. Десятитысячный пауэрбанк зарядить чуть больше, чем за 2 часа. Потому что, ну, не каждый телефон за 2 часа может зарядиться. А здесь пауэрбанк на 10 тысяч, а в смартфоне у вас будет там 3-4 тысячи, да. Ну, вот такие вот интересные показатели. Так что пауэрбанк меня, в принципе, радует. По тому, как заряжать смартфоны. Ну, вот есть у меня Mi 8. К примеру, у меня Mi 8, здесь батарея 3-400 мАч. И мне хватило зарядить вот этот вот смартфон на 2 полных раза. И еще даже осталось там процентов около 40-50 на следующий раз. Если же это будет смартфон, где батарея 4000 мАч, это Redmi Note 7, например, я использовал на примере Redmi Note 7, там 4000 батарея. Так вот, вот этот вот смартфон почти на полных 2 раза хватает зарядить с помощью вот этого вот пауэрбанка. То есть, один раз я с нуля до 100% заряжал, он выключился полностью на полную, и он зарядился до 100%. Второй раз я заряжал уже с 5% и зарядил его до 95% или до 97%. Ну, практически полных 2 раза. Это, опять-таки, очень-очень достойный показатель. Поэтому имейте в виду, когда будете покупать, будете знать, что из себя представляет данный пауэрбанк. Ну, и в целом, по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите об этом в комментарии под этим видео. Все ссылки на этот пауэрбанк и, в принципе, его аналоги, которые я показывал, рассказывал, я оставлю в описании под этим роликом. Всем, кому данный тест чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многие, очень многие используют пауэрбанки. И я думаю, этот видеоролик может быть интересным или полезным. Ну, и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok